обсудим схему нашего сегодняшнего вебинара о том о чем сегодня будем говорить самый большой блок это будет заявленные обещанные практические советы по съемке разных жанров фотографий этому будет посвящена большая часть этого вебинара вот потом я расскажу про то как проходит обучение у нас фотошколе и о новом формате для нас который мы будем внедрять совмещение уже привычного да уже испытано испытаных способов обучения и к ним вот добавится вебинары и расскажу о курсе основа фотографий собственно в этот курс и будет будут внедрены эти эти самые вебинары и после всего я отвечу на ваши вопросы так что не переживайте если они будут у вас то их будет смысл ждать именно в конце потому что во время вебинара я не вижу ваших вопросов и не вижу чата вот а потом на него переключусь и обязательно на все вопросы отвечу и так поехали также какие какие советы на каждый день я для вас приготовил этот вопрос что делать если у вас недорогая камера был заявлен в анонсе мастер-класса и просто я часто вижу в интернетах на форумах да вот люди пишут а вот спрашивают а какая камера какой на какую камеру был сделан тот или иной снимок каким объективом был сделан тот или иной снимок и я понимаю что но на самом для многих людей важно дать то чем они снимают но на самом деле я хочу вас немножечко разубедить да и заставить поверить в то что и самый простой недорогой камерой можно сделать действительно качественные фотографии а для того что все нововведения которые из модели в модель изменяет производитель да делает новые какие-то фишки в камерах они все рассчитаны на они рассчитаны да их можно поделить на два вида это фишки которые облегчают жизнь фотографа делают его съемку более комфортной и фишки которые позволяют снимать в более сложных условиях но если допустим к первым да можно отнести какие-то там например более быстро автофокус там или более точно автофокус ко вторым можно отнести там новые матрицы которые позволяют снимать в темноте с меньшими шумами вот но таких сэндок которые там фотографии которые требуют какой-то такой серьезной техники на самом деле не так уж и много их меньше чем сцен где это все не нужно да и можно действительно снимать с обычной простой самой камерой вот пример который для вас приготовил этот снимок сделан на камеру 400 канон 450d эта камера 2008 года релиза то есть пять лет довольно старая как бы считается камера ну за пять лет действительно уже многое изменилось в мире фотографии и а уже сейчас гораздо есть более навороченные модели вот но тем не менее автор с помощью этой камеры сделала вот действительно красивый снимок за мне по крайней мере он очень нравится что называется просто и со вкусом да то есть есть красивые цветы красивый свет то есть все в этом снимке удалось на самом деле а ну вот к следующему до чтобы допустим у вас не зеркальная камера а компактная камера вот пример снимка сделаны на компактную камеру потрясающе мне очень нравится когда увидел этот снимок я даже сначала не поверил что сделал на компактную камеру но вот автор так умудрилась да каким-то образом там настроила и на фотоаппарат чтобы получить вот эти замечательные размытые птицы да то есть летящие нас на церковью смотрится очень эффектно да и в принципе не скажешь что этот снимок сделан на компакт да то есть довольно все очень качественно и красиво ну конечно можно сказать там можно по композиции что-то там посоветовать шотору и в рецензии которые написал преподаватель этой студентки все это есть вот но тем не менее мне это снимок действительно очень нравится и он удачный тут тут ничего не скажешь тут действительно камера отработала и фотограф да больше чем камера отработали на 150 200 процентов вот еще пример до камеры это моя студентка уже с продвинутой композиции случайно получилось то что она снимала на ту же камеру что и предыдущая студентка но я не пытаюсь ни в коем случае рекламировать на просто так совпало а вот студентка снимала на вот компактную камеру оказалось бы очень сложных условиях ночью до мало света в общем ну очень сложно сильно вот таких словах снимать на компакт но тем не менее она это делала и прислала вот такие очень красивые фотографии да то есть но старта слева это такая жанровая картинка абсолютно очень интересная по свету и сюжет ну в общем все так очень очень красиво да и вот так что справа это такая абстракция да с интересным светом тоже очень здорово смотрится это это творческая работа и вот это творчество студентки и и как бы не останавливало то что у нее компактная камера которую многие там да могут назвать ну там фу мыльница что это такое вообще не камера ну как бы вот эти фотографии позволяет нам понять что и на компакт можно сделать красивые снимки а пойдем дальше еще пример фотографии вернемся снова к зеркалкам эти снимки я ну эти и следующие я включил в презентацию чтобы показать что на самом деле ну фотошколе до преподают фотографы снимающие фотографы люди которые в том числе и зарабатывают этим деньги до фотографии и казалось бы у всех должны быть какие-то хорошие топовые фотоаппараты дорогие там по три тысячи долларов но не да вот станислав один из преподавателей фотошколы снимает вот на nikon d80 тоже как бы не самая молодая камера это же 2008 году была выпущена но как бы не помешало станиславу до сделать этот кадр мне он очень нравится то здесь дело не в камере да такую сцену на самом деле можно снять любым фотоаппаратом просто нужен штатив до доля везения чтобы поймать вот так вот молнию да ну и упорство потому что я думаю что на самом листах сделал здесь не один дубль он долго стоял да и ждал ну и просто вообще он увидел грозу пошел и понял что вот нужно сейчас снимать потому что сейчас могут получиться интересные кадры да то есть не пропустил момент здесь вот стас на максимум да по максимуму использовал шанс сделать хорошую фотографию для на то что как бы может у него камера там не самая дорогая навороченная ну или вот еще один снимок стаса тоже мне очень нравится очень красивый потрясающий композиции цвет и вот вода вот на за получает это пирс на край пирса вот белая такая пелена это вода море то есть это и тут ему понадобится просто штатив и очень длинная выдержка я думаю что здесь где-то несколько минут вот она составляет чтобы вот так вода размылась вот простая камера и отличный результат на самом деле стас сейчас уже конечно собирается менять камеру покупать более совершенную ну вот но это у него связано уже с тем что он собирается печатать свои фотографии и может продавать от эти отпечатки и в этом случае конечно нужно качество наверное его фотоаппарат ему уже не дает его но вот тем не менее такие фотографии он уже сделал ну или вот еще тоже еще тоже преподаватель фотошколы дима бортниченко я извиняюсь здесь ряд такая пошла это просто меня видимо программа презентации так немножко покорябала фотографии добавил и резкости получилось не очень красиво вот это в оригинале вот этой рябе белой и и нет на самом деле вот и я почему еще включил этот кадр до презентацию ну потому что это не просто фотографию снятым там на простую камеру она еще и снята на китовый объектив то есть самый обычный который идет в комплекте ко многим камерам вот дима его использовал возможности на 150 200 процентов получился такой красивый кадр мне он очень нравится и ну вот еще извиняюсь вот вот еще один снимок и он тоже сделан на китовый объектив очень графично очень красиво свет все общем замечательно понятно что здесь есть обработка потому что дима но очень хорошо работает фотошопе но я думаю что на самом деле я не видел исходника но я думаю что исходник на самом деле очень достойный вот тем не менее китовый объектив простая камера и вот такой отличный красивый результат ну и резюме да вот по первой части нужно научиться все-таки выжимать все соки из имеющейся техники я приведу пример из своей личной своего личного опыта у у меня тоже был до 80 лет полтора года на него снимал и потом не появились деньги я купил себе экран 5д марк 2 а я не стал лучше снимать на самом деле вот я купил марк и ничего как бы резко в моей жизни и творчестве не изменилось да у меня появилось больше возможностей но я практически ими не использую и не пользуюсь ими просто теперь умею скану 5д марк 2 вот и как бы на уровень моего профессионализма он ни в коей мере не повлиял то есть ну такая вот жизненная история а из второй пункт да он вытекает из первого в анонсе была такая шутливая шутливая фраза вопросов о том что расскажу ну и читает ли преподаватель инструкция на самом деле читают и поверьте это абсолютно нормально что инструкция это самая первая книга которую должен прочитать фотограф без этого ничего не получится нужно уметь управлять своей камерой нужно уметь управлять и идеально только в этом случае да у вас будут получаться красивые хорошие качественные фотографии на момент я уже говорил что купил себе canon 5д марк 2 на этот момент уже это была моя третья камера и я все равно да вот после покупки на диван положил рядом камеру и сидел ну не знаю где-то полдня наверно я изучал инструкцию крутил камеру смотрел какие там есть функции нашел много всего полезного в итоге инструкцию целиком так и не прочитал вот и потом периодически к ней возвращался когда мне нужно было по необходимости например и там начал снимать видео и мне нужно было понять как вообще что там настраивается и происходит я снова открыл инструкцию снова сидел читал и что там пробовал разные функции какой будет результат какое качество вот и буквально недавно да то есть у меня марка уже полтора года и только несколько месяцев назад я его выложил из рюкзака с моей всей фототехникой вот я перестал его возить таскать с собой как бы вы сейчас уже достаточно досконально хорошо знаю свою камеру потому что кажется что вроде бы все просто и везде все одинаково но на самом деле функции очень много и они на самом деле есть встречаются очень интересные и полезные а что еще хотел сказать по технике вот ну это мое отношение лично и в принципе всем студентам так советуем что при покупке техники надо исходить из бюджета который у вас есть не под не стоит пытаться прыгнуть там выше головы и там потратить кучу денег вот у вас есть какая-то сумма ну и вот смотрите на технику вот из да из этого ценового диапазона потому что есть безумное количество камер из абсолютно разных по цене да и можно купить камеру за 300 долларов вот даже зеркал куда там какую-то старенькую можно купить за 5000 долларов например то есть всегда найдется камера круче да но не факт что она вам нужна и не факт что вообще стоит за ней гоняться потому что я как уже показывал да и на самые простые камеры можно делать хорошие фотографии еще один совет связан с техникой я просто знаю что обычно на мастер-классах спрашивают часто какой вот мне лучше и студенты очень часто спрашивают поэтому я сразу отвечу хотя бы частично да изначально лучше купить дешевле камеру дороже объектив потому что в конечном счете картинку формирует именно объектив именно он там дает резкость и но дает рису на какой-то боке да которые там так любят размывать красиво фон это все делает объектив это все не камера это делает поэтому если выбираете да тут лучше взять камеру проще да дешевле но время купить какой-то да может дополнительный объектив к вашему китовому да или ну и как-то сразу не брать китовый а купить какой-то более дорогой объектив то есть ну вот здесь уже смотрите вот совет такой и еще один да тоже совет из заряда техники объективы всегда покупаются под конкретные задачи но нет полностью универсальных объективов нет такого чтобы найти купить и снимать им все и пейзажи и портреты и макро и вот птичек вдали и чтобы еще широко можно было в помещении снимать и чтобы он еще светосильный был чтобы тоже в помещении снимать нет такого объектива да есть более-менее универсальные но они очень не всегда хорошие по качеству потому что универсальность это ну качество тут уже жертв жертву пользу универсальности поэтому объектива лучше покупать под конкретные задачи да то есть хотите снимать допустим там чувствуете что у вас там есть допустим китовый объектив но вот но вам не хватает его зума да то есть его приближения в этом случае да есть тогда смысл смотреть на объективы там телеобъективы до которые там будут с большим зумом смотреть вы хотите снимать портреты и там чтобы был красиво размытый фон знаешь нужно смотреть там объективы 50 миллиметров там с 1 диафрагма 1.4 1.8 вот хотите макро снимать да нужно значит макро объектив вот там пейзажи вам больше нравится значит нужно покупать какой-то широкоугольный объектив да то есть с большим углом обзора и на самом деле если вы четко поймете что вы хотите вот под что вам нужен этот объектив вы на самом деле увидите что на самом деле объективов не так уж и много их их действительно мало вот но что список сразу сузится до конкретных там трех ну четырех максимум объективов не больше вот это а вот там уже можно будет смотреть исходя из бюджета да опять потому что есть там примерно одинаковые объективы но один будет стоит там 400 долларов а там его там аналог но более совершенный будет стоить полторы тысячи долларов и вы здесь уже сможете посмотреть и понять что нам больше подходит по бюджету а сейчас я секунду прервусь а я извиняюсь сейчас посмотрим поехали дальше это вот такая была вводная вводная статья так я извиняюсь что то у меня здесь не работает все поехали дальше очень хотелось рассказать про композицию фотографии потому что действительно очень важно а но вот думал 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 что же вот такого интересного полезного но в то же время не избитого да то есть то что не встречается очень часто в интернете в различных статьях вот и наконец придумал а вот на мой взгляд то что сейчас расскажу это является самым самым правильным самым главным правилом композиции вот например этот снимок до который это и ну я его автор вот а поэтому я не стал подписывать вот я смотрю на снимок и мне на самом деле очень стыдно да он он был взял лет переехал в одессу вот и просто сделал снимок со своего балкона вот такой мне вид открывается тут был рассвет как бы красивый свет и я взял вышел снимок и сделал и выложил потом в социальные сети и сказал что вот я переехал теперь живу в одессе вот это на самом деле неправильный подход вот так снимать нельзя и мне за этот снимок стыдно по большому счету потому что это очень неправильный подход к фотографиям вместо этого мне нужно было да вот ну уже буду они от своего лица до от потенциального фотографа до гипотетического если да вот человек видит красивый закат рассвет видит там какие-то облака красиво подсвеченные вот и хочется этим поделиться даму что положить социальные сети там показать друзьям что вот когда смотрите какой красивый закат или просто на память сделать снимок да а не стоит вот вы выйти там на балкон да или вообще хуже там еще из-за стекла снимать так делать не нужно нужно пойти спуститься вниз до вспомнить по пути где рядом есть какие-то красивые места может какой-то пас вот как у меня внизу может есть какое-то красивое здание недалеку да и пойти туда и вместо того чтобы сделать вот такой общий план да показать более красивый передний план показать более красивый вид ну вот который будет первым делом до попадать глаза зрителю и тогда вот в этом случае да вот будет получится не такой снимок а вот такое уже и вот это на самом деле гораздо лучше и мне становится еще более стыдно потому что студентка фотошколы в отличие от меня не поленилась да она встал это рассвет вот она встала очень рано взяла камеру зимой наверно холодно там минусовая температура вот пошла уже там и заранее возможно заранее присмотренное место вот и поймала вот такой красивый восход солнца и вот этот снимок да это уже хорошая художественная работа которая очень она цена гораздо ценнее чем тот кадр который сделал я с балкона так что вот вот на такие вещи стоит ориентироваться да то есть к этому нужно стремиться ну или вот да еще один снимок тоже студентки фотошколы юлии она нашла вот индустриальный пейзаж который очень кран и какие-то какие-то горы чего-то лежат дома на заднем плане индустриальный пейзаж который отлично почерпнул заходящее солнце очень как драматично и апокалиптично смотрится фотографии очень выразительно да то есть опять таки она не сделала снимок с балкона там до из окна и куда-то искала вот сделал искал искала да вот на вот такое интересное место в этом очень смотрится ну или вот да снимок чтобы не только пейзажи были вот тут портрет то есть наверняка у юлии был была возможность там сделать снимок своего ребенка где-то что он там эта девочка мне кажется что она сидит вот там на полу могла сидеть там на заднем плане был какой-нибудь шкаф там да и она бы это сняла ну и может показать какой у нее там какой у нее красивый ребенок но она решила пойти дальше вот и посадила девочку на окно а сама видимо вышла на балкон да сделала снимок с улицы получился такая интересная игра с отражением на окне вот и сама фотография получилась очень красивая очень такая эмоциональная теплая вот замечательно собственно к чему я все веду на самом деле старался не проговариваться вот самое главное правило композиции это не лениться да потому что хорошая фотография сама по себе ну очень крайне крайне редко получится до фотографии это всегда результат работы хорошая фотография требует еще больше работы нужно подумать прикинуть да то есть как как лучше сделать куда пойти как снять с какого ракурса а может быть нужно камеру опустить ниже а может быть поднять выше может быть там зайти сбоку да а может быть там сегодня не получается прийти в следующий раз когда будет красивый свет до выразительный вот именно к этому нужно стремиться то есть если не будете лениться да то есть не будете проходить ну делать так кадр на вскидку да вот увидели красивую штуку там сделали снимок это не совсем правильный подход ну можно сделать вот так снимок чтобы не упустить момент а потом остановиться и подумать еще да а как можно более интересно и выразительно передать да какую-то сцену какой-то объект какого-то человека как будет как сделать снимок интереснее то есть вот это мыслительный процесс он на самом деле у фотографа это абсолютно нормальное явление если задумываться об этом постоянно да то это уже будет потом с ну будьте привыкните к этому и это уже не будет возникает вызывать никаких там проблем да и это не будет занимать много времени да сначала да это может быть там как же вот сделать как же как же ну то есть это будет очень долго да может быть там несколько минут занимать вот а потом уже будет там у вас там друзьями сидите и кто-то вас горит ой слушай сделаем там не снимок аватарочку но вот и вы так сразу раз обернетесь посмотреть ага становись вот так развернуть сюда вот и снимок оп готова хорошая фотография то есть уже будет такой автоматизм определенный вот мне кажется что к этому к именно к этому и нужно стремиться так еще вот такое самое главное правило композиции которая хотел рассказать она кажется мы возможно пока что несколько общим дам а но это не минус это просто базовая вещь на которую уже потом нужно можно будет нанизывать до следующие какие-то навыки и знания композиции там какое-то правило на правило размещения горизонта и все остальные вот но вот это это именно база да старайтесь думать что вы хотите снять как вы хотите снять и как это сделать интереснее теперь придем к более конкретным вещам вот чтобы как бы ну это наш мастер-класс вебинар не был неким таким философским да будем говорить уже более конкретно как сделать снимок интереснее вот сначала поговорим про пейзаж и то что сейчас расскажу это не жесткое правило от него можно отступать но это реальный способ опять-таки сделать ваши фотографии сразу на старте лучше да я говорю про включение главного объекта пейзажа до поиск главного объекта почему это важно дело в том что если на фотографии очень много разнообразных объектов да и среди них нет какого-то явного главного выделяющегося то снимок довольно сложно воспринимать это первое да то есть вы можете сделать снимок но зритель не поймет что вы ему хотели показать вот это очень плохо этого нужно как можно в общем нужно стараться этого избегать то есть снимок должен быть понятен зрителю да он должен понимать что именно вы хотели ему показать и второй главный плюс да если вы будете включать главный какой-то объект на фотографии вы сами поймете что вы хотите показать зрителя да и тогда уже вы сможете исходя от этого искать наилучшие и самые выгодные ракурсы для того чтобы показать этот самый объект то есть вы уже сами определить для себя это касается кстати говоря не только композиции да это касается и техники правильно выставить и выставить там допустим экспозицию да как ну хотя бы да как правильно если вы видите что у вас допустим объект темный да то есть это уже будет вам сигналом что ей так не надо давать ну и как-то вмешиваться в работу камеры чтобы подправить и то есть вот два самых главных плюса раз повторю да это вами определитесь и зритель поймет ну вот например еще графе главным объектом да можно было сделать полей да просто с деревьями с темными подсвечены немножко фонарями и там какие-нибудь лавочки быстрее ли но это наверное был бы неплохой вот но здесь автор да она нашла интересный объект вот и удар то есть глядя на фотографии сразу понятно что вот более того здесь интересно что церковь она лучше всего освещена на снимке и поэтому она выделяется на фотографии да все остальные деревья очень темные вот это тоже как бы да ты сразу получился такой акцент вот это здорово это очень хорошая композиционная работа но опять-таки ничего страшного какого-то сверхъестественного в этой фотографии нет то просто человек искал и нашел ну и потом это грамотно исполнил то есть какой-то сверхъестественной работы здесь нет опять-таки да получается просто и со вкусом хорошая фотография которая вполне может там можно вывести деньги социальной сети показать друзьям и я думаю что им тоже понравится а ну опять таки давайте представим что вот на на этом снимке этого дома нет вот и что мы получим мы получим кучу деревьев вот ну они как бы красивые заснеженные они еще подсвечены насколько я вижу закатным солнцем вот но без этого дома было бы как-то пустовато и не совсем понятно а дом при том что все сохранено деревья тоже есть они все также заснеженные все также подсвечены красивый солнце но при этом есть на фотографии главный объект им слабо центр через который раскрывается весь пейзаж вот то есть это опять-таки плюс фотографии автор молодец работал вот наверное тоже по этому лесу было не очень хорошо там и удобно ходить да если зима там все заснеженные холодно но вот она искала и нашла вот такой интересный объект который сделал я снимок действительно лучше и вот такой пример фотографии а то что раскрыл по поводу главного объекта это не является какой-то жестким правилам абсолютно нет без главного объекта тоже можно снимать и снимки от этого не будут хуже вопрос только в том что такие снимки построить сложнее наби за то есть но снимки без главного объекта построить сложнее потому что нужно будет очень 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 внимательно смотреть что попадает в кадр и за этим дата собирать все лишнее то есть это будет это будет усложнение ваша работа вот здесь в данном случае в принципе как такового главного объекта на фотографии нет есть конечно скала сверху вот но на именно вот чтоб явно главное бег как было на предыдущих снегов да то есть она не совсем тянет здесь как бы получилось сочетание просто и камней на переднем плане вот с этой скалой ну и с морем и с облаками поэтому если вы видите там видите что получается кадр и на нем нет какого-то главного объекта ну просто это я говорю чтобы там вы не решили что это снимок провальный и неудачный совсем нет просто нужно будет смотреть насколько он отвлечься да и посмотреть со стороны не как простой зритель понятно ли да то что вы показали или непонятно да и как можно сделать так чтобы снимок смотрелся понятнее вот но опять-таки да это довольно сложно проще найти какой-то главный объект и включить его в пейзаж и через этот объект показать сюжет и небольшой резюме да то есть что мы из этой части до выносим сначала находим главный объект размером цветом либо уникальностью под уникальностью я понимаю то что второго такого объекта на фотографии выделяется ну например как дом среди леса да то есть много одинаковых деревьев но дом один это значит что даже если этот дом гораздо меньшего размера он бы все равно не терялся на снимке все равно не привлекал внимание он такой один исключаем все что отвлекает от главного объекта все что не нужно лучше из кадра убрать составить какой-то минимум деталей в принципе на всех фотографиях которые вам показал именно так и есть да то есть есть главный объект есть какое-то количество второстепенных но их не очень много в итоге как бы сюжет получается лаконичным и понятным можно опять таки это не правило жесткая да какое-то можно включать много элементов кадр но это опять-таки уже идет усложнение и вам уже просто больше думать чтобы снимок получился понятным переходим к портретом опять-таки дав пропортретную съемку очень много пишется и я хочу хотел рассказать вам про самую важную вещь на самом деле которая часто встречается в снимках начинающих фотографов есть фотографии это светопись что свет очень важен фотографии но из-за ее избытости да из-за ее банальности она при этом не становится какой-то неправильной или неправдой или не совсем правдой а если это очень важно фотографии и проблема при встроенной вспышке в том что она имеет у нее импульс прямой и это неестественно неестественно даже для человеческого восприятия потому что мы привыкли к тому что свет всегда падает под углом там плюс минус угол может отличаться но всегда под углом а вспышка она прямая и поэтому когда мы смотрим на фотографии со встроенной вспышкой возникает ощущение какой-то неестественности вот поэтому да я призываю рекомендую отказаться встроенной вспышки с боковым светом светом который падает под углом да ведь ну вот допустим фотография анну да опять-таки да она могла сделать снимок включить там поймать там ребенка в каком-нибудь там дальнем углу комнаты где не очень светло и там использовать встроенную вспышку сделать подобный кадр вот но она не поленилась она подвела ребенка как ну выключила вспышку сделал этот кадр и он намного лучше чем тот гипотетический со вспышкой который мог бы быть здесь как видите вот ну лицо отлично освещено глаза все блики в глазах общем все отлично образовываются тени на части лица с противоположное так нам вот на это дает естественно снимку и объем вот еще один пример такой снимок дано или может сделать любой человек у которого есть ребенок и окно вот тут автор конечно опять-таки не поленилась подумала продумала реквизит до использовала я вот таким образом от жили сюжет и опять-таки да здесь использовался вспышка вот использовался красивый естественный свет из окна благодаря чему фотографии смотрится очень так ну интересно и красиво вот еще например работе светом вот автор сергей то есть он просто снял я почему кстати показывала снимки из в основном дома потому что на улице как правило встроенную вспышку там же света хватает помещение это часто встречается бы света нет а если еще и вечером снимает да то что вообще поэтому включая страницу в этом случае честно говоря я рекомендую если ходить делались на красивый снимок вот дождитесь времени когда света будет достаточно и там снимать около окна вечером со вспыхкой ну или там лучше подождать не всегда можно сделать красивый снимок но условия да вы можете сами сами себе подбирать чтобы наилучшего результата ну и еще один пример да когда я использую вспышку при съемке на улице ночью вот очень часто человек получается освещенным вот а фон проваленный в черноту если снимать вот в данном случае все вот насколько я понимаю поставил девушку напротив либо city light а вот либо какого-то и какой-то витрины какого не знаю чего вот это осветило и лицо вот а задний план уже посвятился сам огоньки какая дорога видимо может с фонарями этот снимок сложен по технике потому что на темно вот и тут есть конечно требования на объектив вряд ли можно попробовать можно а тут светосильный объектив ну вот том числе чтобы получить вот такие вот красивые ну это баке называется нам красивые кругляшки на месте фонарей и опять-таки до отступления про то что это не аппарата нет вспышку использовать можно просто это нужно делать умно ну вот например ее можно сочетать до использовать с постоянным светом с естественным светом постоянным ее можно сочетать на очень маленькой мощности в данном случае что получилось свет падает справа осветил скулу мужчины а лицо скорее всего было такое затемненное но это не очень хорошо для портреты и поэтому автор поднял вспышку выставил ее очень маленькую мощность вот буквально на еле-еле так пыхнуло да и осторожненько подсветил лицо в итоге естественность не потеряно да но при этом лицо читается лучше вот так использовать вспышку можно это нет в этом ничего плохого это даже хорошо ну опять-таки да можно было развернуть мужчину лицом на свет и тогда бы вспышкой пользоваться не пришлось бы да но это был его выбор и я не собираюсь ни в коей мере его осуждать он решил так и на выразительность фотографии это нисколько не повлияло замечательная фотография очень такая приятная но она не глянцевая не какая-то какая-то модно а теплая и душевная и красиво и по цветам что встроенная вспышка делать кадр невыразительным вот и лучше использовать свет который падает под углом привык для человеческого восприятия с полезными советами все уже довольно так 45 минут оказывается мы уже общаемся время очень незаметно пролетело а теперь буквально коротко расскажу о вебинарах вот и потом будут ваши вопросы и так как сейчас проходит обучение у нас есть уроки вот которым каждый курс состоит из определенного количества уроков у них там разное количество вот и в каждом уроке часть которую студент изучает вот читая там есть текст там есть примеры иллюстрации и там есть видеоматериалы после этого до студент открывает вкладку задания здания которые построены таким образом чтобы максимально полно отработать все эти знания которые студент получил в теоретической части и есть время отправляется на съемку вот потому что это очень важный момент потому что без практики никакая теория не имеет смысла до фотография это не какая-то это практическая скажем так наука да без практики здесь никуда а сидя дома и читать книги и чем больше вы это будете делать тем лучше будет результат а просто как студент отснял он присылает фотографии и получает рецензию преподавателя на них рецензия это вот даже но это очень важный момент в обучении потому что никакой ну практически никакой скажем тогда автор сейчас построю немножко по-другому очень сложно свои фотографии увидеть недостатки потому что ты ее сделал вот и она тебе очень нравится и кажется что она на самом деле идеальная вот но не так и вот тут преподаватель помогает видеть недостатки этой фотографии и это очень полезно потому что человек да он начинает видеть вот то где он недоработал где он что-то сделал не так и в следующий раз он уже этой ошибки не допустит и это уже будет определенный рост вот и студент получает рецензию получает формате а что удалось а что не удалось и как можно было сделать фотографию лучше то есть вот опять таки польза преподаватели часто делятся какими-то жизненными полезностями да из личного опыта которые которых нет в теоретической части то есть происходит такое очень живое общение которое идет на пользу и вот тут есть два варианта дам что после написания рецензии если преподаватели видит что что-то не удалось у вас студенту и что он может снять лучше но он ему это предлагать делать и отправлять снимок на доработку еще еще до проработать теоретическую часть это не страшно на самом деле это не значит что это вот человек получил дворку и все пропало вот просто это еще один обучение и это очень важная эффективная часть потому что человек сделал кадр неправильно потом пошел сделать еще один кадр но уже это уже вот такой очень хороший рост вот этот блог да который сейчас рассказал вот так было обучение ну и точнее проходит на всех курсах на данный момент но вот два курса мы запускаем экспериментально в них помимо вот всего описанного будут еще и вебинары что такое значит каждую неделю собираться группы по 15 человек который будет одновременно проходить один и тот же курс да в данном случае я говорю про основа фотографии который будет я они будут курс до читать теорию снимать получать рецензии все то же самое но и после этого до в конце каждой недели учебной мы будем собираться в онлайн да вот на вебинаре в таком формате сидим сейчас с вами и еще раз да обсуждать и прорабатывать все моменты которые были в теории курса я буду рассказывать до анализировать снимки буду делать подборки чтобы допустим если какие-то часто встречающиеся ошибки вот я могу вынести на вебинар и указать чтобы эти ошибки студенты больше не совершали их снимки становились лучше вот ну естественно все с ними все использование фотографий до студентов в этом вебинаре с точки зрения показа ошибок распространенных это все будет обсуждаться я буду спрашивать разрешение вот а плюс будут опять таки рассказывать полезные вещи которые мне пришли личные наблюдения личные знания точные знания которые получил в каких-то книгах на мастер-классах и на всем остальном то есть всеми тоже будет делиться ну и безусловно буду отвечать на вопросы студентов данный момент 13 числа начинает стартует первая группа будет первый вводный вебинар вот если вам интересно если вы хотите учиться да вот в таком формате отрабатывать свои знания до получать знания потом их отрабатывать на практике милости просим то есть приглашаем присоединиться группа там уже есть несколько человек свободные места есть пока будет группа только одна она будет состоять из 15 человек и чуть позже в 18 числа насколько я помню будет стартовать такой же курс но по основам фотошопа если вы уже разбираетесь много в обработке и хотите свои знания усилить вот этот курс для вас его будет вести володя котов вот вроде бы все рассказал а и вот еще расскажу коротко о курсе основа фотографии чего он состоит состоит из четырех уроков всего вот первый да он посвящен техники управлению камеру и фактором качество фотографии да еще складывается это резкость баланс белого там правильные цвета то есть что такое там экспозиция ну и все остальные вещи которые необходимо знать чтобы снимать красивые снимки второй курс до посвящен композициям вот тут 9 до способов сделать ваш кадр лучше действительно 9 кейсов о том как сделать снимок интересней каждый если делаете как каждый из них такой шажочек вперед да в вашем профессионализме каждый каждый шаг буду делать ваш снимок лучше третий урок посвящен пейзажу городскому да в том числе и природе там будет и техника там особенности настроек связанных с пейзажем да и композиция пейзажа опять-таки будто еще говорено потому что есть свои это особенности вот и 4 урок посвящен портретом я хочу сказать что вот все снимки которые сегодня использовал это все кроме где я говорил что это снимки преподаватели все остальные снимки это снимки студентов фотошколы вот то есть вот такого уровня достигают люди этого вот больше большая часть фотографий подавляющее большинство фотографии студентами курса именно основы фотографии то есть там буквально немного было с портретом вот брал и вот упоминал спорта композиции все остальное это именно основы фотографии студенты которые учили здесь да теперь время для вопросов я сейчас перейду в чат так смотрите вот теперь я вот смотрю я смотрю на чат и вы можете за свои вопросы а вот вижу первый вопрос от ольги чувцовой олег как лучше фотографировать детей в классе на стенгазету камера на каком уровне и свет только из окна в смотрите так если снимаете детей то камеру нужно опускать на их уровень то есть на уровень когда это будет это будет более правильно и вы не уменьшите не уменьшите рост ребенка визуально вот во втором втором случае по поводу света дам если вы снимаете лучше если вспышки нет лучше снимать когда около окна в принципе если вы снимете детей на фоне доски вот используя развернув их лицом к окну то светов будет достаточно чтобы снимок получился качественный вот в принципе не знаю что что еще там ответить поводу сейчас посмотрю вопрос в принципе вроде бы ответил на этот вопрос ну так извиняюсь очень много вот вопрос от алекса нравится снимать портреты и пейзажи стоит ли определяться с конкретным жанром для дальнейшего совершенствования сложный вопрос на самом деле нет назначенного ответа могу рассказать на своем опыте я в основном снимаю портреты большую часть больше всего снимков в портфолио именно портретных но при этом у меня одновременно снимают когда вот мне надоедает снимать людей вот я начинаю снимать пейзажи на длинные выдержки вот такая своеобразная медитация бывает снимаю репортаж то есть на самом деле если нравится снимать все снимайте все а потом определитесь вот вопрос от дмитрия чего начинать работа над кадром основки выдержки диафрагмы если баланса белого в какой последовательности смотря смотря что снимаете допустим если снимаете портрет то вам нужно сначала разобраться с диафрагмой да то есть и открыть чтобы получить размытый фон в зависимости от этого вы уже выставите выдержку или она определиться самоавтоматикой а после этого видите что выдержка получается длинной понимаете и со чтобы сжать шевеленки и уже после этого можно сделать там тестовый снимок посмотреть на баланс белого если цвет кожи естественный тогда все нормально если нет тогда уже работать с балансом белого то есть примерно в такой последовательности можно и в приоритете снимать да можно и и так и так ну и в приоритете диафрагмы в ручном режиме то есть в принципе два а вот орган на каком уровне будет интересен данный курс начинающий это курс для начинающих то есть которые для людей которые хотят научиться снимать . они только купили камеру композиция вот в этом случае этот курс будет полезен а уважаемый сергей спасибо за критику я буду стараться серьезно в принципе я бы посоветовал купить что-нибудь в районе восьмидесяти пяти миллиметров один и восемь ну вот такой примерный объектив то есть китовый объектив будет хорош в репортаже вот а 35 мм и 85 мм вы сможете снимать на постановочные кадры там уже будут на выбор в принципе у меня такой набор примерно и я также и снимаю только у меня не китовый объектив вот широкоугольный я извиняюсь большой поток вопросов идет я просто возможно что-то пропускаю это я не со зла или не потому что не хочу отвечать просто вот схватила сейчас секунду как снимать снег так насколько вижу сейчас извините мотаю фотографируем снежинки ну вообще лучше днем снимать потому что ночью ну они очень плохо видны и там нужны будут длинные выдержки не сможете лучше все снимать днем и располагать на заднем плане какой-то темный тогда снежинки будут выделяться на и не буду не будут сливаться вот они будут хорошо видны ну и плюс нужно за счет того что днем да будет короткая выдержка ну я думаю что в принципе 1 200 1 там 400 хватит вполне чтобы получил ну и снежинки прорисовались да не были смазанными вот а получились какими точечками если нужно понимать что видны крупные хлопья будет мелкий вот заснять не получится до снять крупные которые медленно падают в практически безветренную погоду они будут хорошо видны правильно снимать животных для статей насколько я понимаю ну здесь сложный вопрос как снимать ну лучше всего снимать конечно в принципе я только знаю когда вы животных там по выставкам вводят их там есть стоп такие моменты когда животное ставит красивую как-то он становится красиво вот и выставляют для оценки жюри вот мне кажется что в этот момент можно снимать и это будет самый самый удачный вариант вот либо идти по когда они там на стоят на каких-то там стойках да вот чтобы снимать там движение снимать не стоит потому что обычно вы выставки проходят в помещении там очень мало света вот поэтому лучше ловить статичные статичные моменты когда вот животное неподвижно а наталья задавала получится ли снять хороший портрет накид 18-35 или да да получится ли снять хороший портрет накид 18-35 да получится собственно я показывал пример фотографии снятый на китовый объектив вот то есть вполне чтобы получился размытый фон можно открыть диафрагму максимально вот и увеличить фокусное расстояние то есть зум выкрутить допустим 100 там 80 миллиметров 100 миллиметров то есть чем больше фокусное расстояние чем фон размывается быстрее Вика спрашивает можно ли заменить внешнюю вспышку светодиодной подсветкой для съемки например свадебного банкета в кафе да вполне так многие делают вот это удобнее потому что можно поставить на на стойку и снимать с ней то есть ловить по свету красивые фотографии то есть вполне так можно делать особенно в сочетании с светосильным объективом никакой проблемы в этом нет марина спрашивает как снимать ночное небо а вы имеете ввиду со звездами звезды были видны вот вот пока не вижу так марина 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 вы ответите если снимал на 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 сильный объектив, там получалось ISO чуть меньше, там 2,5 тысячи. То есть это очень сложная техническая съемка. Я рекомендую вам найти в интернете есть фотограф Олег Янковой. Он специализируется на съемке звезд, и у него в ЖЖ есть целая статья из двух частей о том, как снимать звезды, какая техника для этого нужна. Очень подробно расписано, вот крайне рекомендую. Если интересна эта тема, рекомендую почитать. Олег Янковой, фотограф. Так называется вам «Как снимать ночное небо». Будет ли доступна запись вебинара? Да, после завершения она будет здесь сохранена, и вы сможете зайти ее посмотреть. При каких настройках лучше снимать в помещениях со светомузыкой? А что именно снимать? Вопрос в том, лучше всего очень общий вопрос. К сожалению, я не затрудняюсь так на него ответить. Все зависит от условий, что именно вы будете снимать. Стоит ли менять объектив 50 мм 1.8 на 50 мм 1.4? Сейчас, секунду, читаю. При том, что она, кажется, она присмотрит... Извиняюсь, я смотаю. Очень быстро лента уходит. Смотрите, я так понимаю, не резкость, да, там получается, какая-то промах фокуса. Это может быть дело не в объективе, в том, что он какой-то бракованный, а в том, что вы просто промахиваетесь фокусом. С такими диафрагмами открытыми, как 1.8, лучше использовать боковые точки фокусировки, чтобы вы скомпоновали кадр и сразу его... Выбрали точку фокусировки, которая совпадает с глазами, например. Сразу сфокусировались и сразу сделали снимок, смещая камеру. В этом случае фокус будет более точным. Но, опять-таки, может быть и бэк или фронт фокус, но это нужно смотреть и тестировать объектив, потому что, ну, хотя это редкость, но у фиксов, да, то есть объектива с фиксированным фокусом и расстоянием очень редко встречается бэк-фокус. Алена спрашивает, можно ли использовать лазерную каску? Не рекомендую, тем более, чтобы есть... Ну, лучше остерегаться, чтобы лазер не попадал в объектив на матрицу, потому что можно прожечь ее, да, повредить, и останется такая полоса. Вот. не рекомендую, лучше фонариками использую, чтобы пользоваться. Александр, вот по поводу утренников, вспышки. Можно снимать вспышку в лоб, но выразительность этой фотографии ниже. То есть нужно все-таки стараться отражать, отражать, если есть выносная вспышка, то отражать ее света потолка или вот стены. Потому что если ребенок активно двигается, то даже, может быть, короткая выдержка, она не... ну, не получится просто темно слишком. Вот. Поэтому выносная вспышка и ее отражение, ее от света... ее света от потолка или от стены это самый оптимальный вариант. В принципе, так снимается весь репортаж, да, если в условиях пообещения. Как фотографировать на фоне снежного слова? Во-первых, в этом случае лучше развернуть человека на свет лицом, да, не снимать против света, чтобы хоть как-то выровнять экспозицию. И во-вторых, выставлять экспозицию по лицу. То есть главное, чтобы человек был хорошо освещен, то, что задний план может уйти в пересвет, это, к сожалению, нормально, потому что камера не способна воспринять весь перепад, да, по яркости. Но человек у нас главный, поэтому выставлять экспозицию нужно по нему. Вот. Вот такой секрет. Ну, а потом, если вы будете снимать в РАВе, да, то есть это такой, если знаете, что это за формат, у него очень широкий диапазон восприятия. то есть потом можно будет снег немножечко вытащить из пересвета. Очень любым фризлайд нужен штатив или опора и длинная выдержка. Это вопрос. Для фризлайда нужен штатив. Все правильно. Установить середину съемку. В этот момент, в связи с этим камерой, нужно смотреть в инструкции. Как раз таки тот момент, о котором я говорил. Потому что камеры очень много разных, они немного отличаются. Поэтому я рекомендую опять-таки прочитать инструкцию. В конце есть алфавитный указатель. И там вы можете найти. Так и будет. серийная съемка с указанием номера страницы, на котором это находится. Какой объектив лучше брать для пейзажной съемки? Не только угольный. То есть тот, у которого будет большой охват угол обзора. Ну, отлично с нас пейзажи. И какое именно все зависит от вашего производителя камеры и от вашего бюджета. Единственное, что могу порекомендовать, все-таки старайтесь покупать объективы родные. То есть той же фирмы, которая у вас камера. Так старые производители они дешевле, как правило, очень часто качество хромает. Оно от объектива к объективу. Может попасться удачный, а может попасться неудачный. А если вы просто можете купить не всем удачный неудачный михаил, просто подержите и смотрите, как выбирать техника. Есть у вас, допустим, есть определенный бюджет, сумма денег. А вы посмотрите на этот бюджет у камеры разных производителей. И выберите, грубо говоря, подержите их в руке, сделайте какие-то тестовые снимки, посмотрите, что вам больше нравится. Исходя из этого, выбирайте. В принципе, по большому счету, камеры одного уровня, одной цены, они практически одинаковые и ничем сильно не отличаются. Планирую записаться на МК Алины Лебедевы стоит ли? Да, если я правильно понял, что это за фотограф, то ее снимки очень хорошие. Какие фоны вы наткнули за съемки в студии? Тканевые, бумажные или нетканные? Вот сейчас про фоны. Смотрите, бумажная суть в том, что, допустим, его проткнули и спальчкали, его можно открутить, отмотать и отрезать испорченную часть. Это как бы плюс. Но понятно, что бумажные фоны не настолько долговечны. Тканевые вот здесь если порвали что-то испачкали, с ним очень сложно. Как правило, в принципе, в студиях бумажные фоны, точнее, в тех, которых я снимал, здесь были бумажные фоны. Вот как раз из-за этого. Чтобы если его испортят, никакой проблемы нет, чтобы его заменить. будет. Алекс, вот ваше мнение о Sony A7R. В руках не держал, но камера очень интересная. Единственное, что проблема с объективами. Если надумаете брать, посмотрите, что там у Sony с объективами для этой камеры. По-моему, там не очень много. Катерина, внешняя вспышка отдельно от камеры организации. Если есть Nikon, если у вас Nikon, то есть такая функция у Nikon, называется CLS. Это выносная вспышка поджигается, зажигается с помощью устроенной. Вот, почитайте. Если у вас Canon или другой производитель, вот здесь уже нужно будет покупать синхронизатор. Радиосинхронизатор, как называемые, они бывают разные, там, бывают радио, бывают инфросинхронизаторы. Да, если Nikon, тогда вот найдите на сайте Nikon есть описание технологии CLS, и то же самое в инструкции, почитайте про нее. Я снимал на Nikon и снимал с помощью CLS. Не всегда удобно, но зато не требует никаких дополнительных вложений. Виктория, ну, я тут показывал фотографии, сделанные на компактные камеры. Вот, если вам он нравится, вот, и вы хотите вот такой небольшой маленький фотоаппарат для, там, для себя, для съемки каждый день, то, в принципе, опять-таки, все фотоаппараты, находящиеся в примерно одном ценовом диапазоне, они примерно одинаковые по функции. То есть, нравится эта камера, можно взять ее. Наталья, только автофокус, потому что ручная фокусировка не имеет никакого смысла, если есть собственно автофокус. И видоискатели цифровых камер не предназначены практически для наведения резкости. они очень темные и очень там плохо видно. Поэтому лучше, конечно, автофокус. Вопрос по ночного пейзажа. Снимки получаются очень темные. Ночной пейзаж, смотрите, ночной пейзаж есть на ютубе канал фотошколы. И можете набрать в гугле прямо как снимать ночной пейзаж и фотошкола.net в одной строке. И там будет видеоурок посвященный именно съемке пейзажа. И там Георгий Полицарнов рассказывает очень подробно и понятно как делать ночной пейзаж. Татьяна да извините возможно я ошибся возможно Антон просто давно смотрел. Стоит ли снимать видео на зеркалку? Ну можно почему нет я снимал вот был в путешествии в Таиланде несколько месяцев снимал видео сделал отличный ролик. Иван если у вас кроп да кроп нато камеру 50 миллиметров 1.4 или 1.8 в зависимости от бюджета. Это будет отлично. Можно еще посмотреть 85 миллиметров объективы но это уже немножко сложнее на кропную камеру очень далеко подходит отходить. То есть совет выбирать между двумя либо 1.8 Амир лучше зеркалка или дорогой цифровик? Не совсем понимаю что значит дорогой цифровик. Уточните пожалуйста этот момент. Как правильно выбрать внешнюю вспышку? Татьяна если не ошибаюсь вас зовут. У каждого производителя их всего лишь 3 вспышки внешних. И не все отличаются только стоимость и функционал. Если можно взять самую простую родного производителя это будет хорошо. Если Nikon то SB700 если Canon то вроде бы 430 еще какие объективы господи так сейчас секунду очень все так быстро бежит не успеваю Виктор я вроде бы отвечал на ваш вопрос по поводу объектива Марина есть следящий фокус следящая фокусировка маркируется у Nikon как AFC AFC у серво выбираешь ее наводите и введите объектив то есть если вы будете прижать объектив объект съемки в зоне фокусировки то камера будет автоматически подстраиваться под движущий под его движение и будут там фокусироваться Nikon 1 например или Nikon а все вижу уточнение вопроса смотрите нынешние беззеркалки на самом деле цифровиками вы назвали это называется беззеркальные камеры они очень хорошие и по качеству съемки не уступают зеркальным камерам если вы берете для себя вот если вы берете его для себя не собираетесь заниматься коммерческой съемкой для путешествия для каждодневной съемки я бы рекомендовал посмотреть вам зеркалку причем нельзя взять на Nikon а есть еще хорошие Sony Nexo они как бы качества вот то есть в принципе если вам нужна для более продвинутой съемки с использованием разной оптики конечно зеркалку брать вот мне Антон Янковой Келена спрашивает да Антон Янковой мне уже уточнили что его зовут так у него есть жж и у него есть сайт там все написано снег получается серым как мне сделать его светлым белым да это автоматика она видит снег и пугается того что он получится пересвеченным и занижает экспозицию в этом случае вам нужно перейти в какой-то полуавтоматический режим это 1p либо приоритет диафрагмы либо приоритет выдержки и плюсовать поправку экспозиция вот опять-таки это из разряда вопросов когда нужно читать инструкцию то есть я вам подсказал что это называется компенсация экспозиции может называться поправка экспозиции коррекция экспозиции что-то подобное нужно найти в инструкции и посмотреть как оно работает по поводу пенклеса вот меня спросили я не снимал когда камерами этой марки я слышал только хорошие отзывы о камере к 5 но насколько она уже старая и есть гораздо более современный вариант честно я ничего не могу сказать но я не думаю что там какие-то серьезные отличия я вот просто снимал на никон и на канон за эти марки я могу говорить но именно всеми камерами к сожалению я не могу всеми камерами я к сожалению могу пользоваться и не могу обо всех рассказать 50 миллиметров посмотрите у sony есть и 1.8 и 1.4 вот в принципе эти миллиметры есть у каждого производителя ну примерные они отличаются 1.8 еще у канона 1.2 дорогой топовый кристина нет не отвечал сейчас отвечу смотрите минимум нужен широкоугольный объектив какой-нибудь в стиле не знаю там 1740 f4 вот либо какой-то 2470 объектив да то есть светосильный вот с широким углом и зум вот и какой-нибудь нужен еще который вы будете снимать постановочные кадры чтобы они были красивыми и там с размытием заднего плана это может быть все зависит от бюджета это может быть какой-то 50 миллиметров 85 миллиметров или 135 миллиметров то есть вот совместить сочетание широкоугольного зума и какого-то объектива сфиксированного фокусом вырастает какой-то джентльменский набор Анна Соловьева как фотографировать черно-белые фото цветными в чубе и сразу в чубе лучше снимать в цвете а потом перевести в чубе потому что если вы сразу снимете в чубе то в цвет вы потом не сможете сделать Алена как снимать правильно в ночном клубе сколько фотографировали получается не так как хотелось бы смотрите снимаете в режиме М снимаете в режиме М и выдержку ставите длинную то есть там в районе не совсем длинную а удлиненную в районе 1.30 1.20 чтобы у вас задний план был освещен прорисовался можно еще ИСа поднять до 800 примерно и что вы делаете допустим вы подсвечиваете вспышкой человека которого вы снимаете а фон сзади него получится таким ярким за счет того что вы удлините выдержку получается как-то так Кристина я отвечал на ваш вопрос да еще раз повторить рекомендую широкоугольный зум какой-нибудь допустим 24.70 2.8 или 18.40 f4 и какой-нибудь фикс фокусным расстоянием светосильный 50 миллиметров 85 миллиметров либо 135 миллиметров все на ваш вкус можно ли фотографировать людей без разрешения я не очень знаком с законодательством России вроде можно но нельзя потом это коммерчески использовать что лучше полуавтоматика или полностью ручная ручная съемка я снимаю практически всегда ВМ но это постановочная съемка вот ну мне просто удобно и привычно если снимаю репортав снимаю автоматически чтобы камера реагировала на изменения освещения и не получались фотографии Дима уже отвечал примерно этот вопрос загуглите как снимать ночной пейзаж фотошкола точка нет выйдет съемка выйдет ссылка на ютуб и там есть очень подробный видео урок наш посвященный съемке ночных пейзажей Крисина 245 подойдет вполне да для свадебной съемки в принципе подойдет хотя честно говоря он стоит столько денег что можно посмотреть что-нибудь ну попроще ну просто там 1740 F4 будет стоить в полтора раза меньше да запись будет она скоро появится Людмила камеры разные но в принципе управление примерно одни и те же и в крайнем случае допустим если я в какой-то камере чего-то не знаю то я открываю инструкцию и быстро то что нужно и помогаю студенту найти именно эту функцию с которой у нее возникли проблемы Анна Соловьева обязательно фотошопа не обязательно тут и решает каждый сам для себя у меня достаточно много фотошопа просто он незаметный Александр да чтобы получилось в боке нужно открывать диафрагму максимально мир RAV или JPEG я снимаю в RAV но одновременно записываю маленькую легкую копию обрезанную JPEG чтобы у меня была возможность быстренько снимок куда-нибудь закинуть если будет такая необходимость а для обработки использую конечно RAV рад что понравилось по поводу сайтов и полезных я рекомендую просто смотреть сайты с фотографиями 500pixely.com вот и есть photosite.ru есть photographers.com.ua вот то есть разные сайты я рекомендую вообще смотреть фотографии и смотреть как можно больше чтобы это у вас где-то будет откладываться в подсознании потом когда будете снимать камеру оно у вас как бы проявится само вы даже не поймете что это у вас просто отложилось в голове вы потом это используете в какой-то прием Мария если есть проблемы с цветопередачей это нужно разобраться с балансом белого посмотрите то есть там есть разные предустановки под разные типы освещения и плюс к тому каждая камера практически может самостоятельно в ручном можно настраивать баланс белого вот почитайте в инструкции опять-таки да как настраивать баланс белого в вашей камере Александр по поводу моря простите я пропустил ваш вопрос вы можете его полностью продублировать чтобы я его не потерял по поводу студии а какого минимального размера размера должна быть студия чем больше тем лучше потому что в маленьких студиях снимать не очень удобно я знакомым была студия 142 квадратных метра очень удобно на самом деле можно конечно меньше кладем квадратов 80 примерно предмет натюрморт снимает насколько я знаю макрообъективами то есть нужно смотреть что там у них есть какой-нибудь ну допустим речь про мелкие детали то тут уже нужен конечно макрообъектив вот если речь про крупные вещи то в принципе подойдет и китовый объектив катерина по поводу объектива у них же разная цена причем очень сильно разница но если у вас есть деньги на 85 миллиметров 1.4 вот то ну это супер крутое стекло на самом деле дима обработка делается фотография более насыщенной ну нужно смотреть так вот про море я опять пропустил вопрос я не могу понять чтобы на меня никто не обиделся ярко-голубое небо получается в солнечную погоду то есть нужно ловить его в этот момент ну и плюс там нужно конечно смотреть на фотографии возможно там обработка и цвета тянулись ну так вот гипотетически да как-то не видя конкретного примера сложно сказать то есть тут нужно просто ловить цвет такого моря такой цвет моря изнять можно снимать на макрообъективы портреты но дело в том что у макрообъективов очень жесткая резкость очень-очень прямо и кожа получается честно говоря не очень красивой я бы снимают на макрообъективы я видел такие снимки очень специфично очень специфично честно я не могу сказать вам однозначно стоит или не стоит я бы не стал например снимать какие какие фильтры по фильтрам в курсе информации нет но я всегда в принципе могу про них что-то рассказать а что интересует смотря какие какие камеры я использовал ND-фильтры для съемки пейзажа на длинные выдержки чтобы была когда света много нужно как-то ограничить поток и поэтому используя ND-фильтры чтобы света становилось меньше можно было удлинить выдержку ну допустим сделать море таким размытым как дымкой или пеленой фильтры на вспышках вы имеете ввиду цветовые Андрей нет тонирующие нет никогда не использовал как-то не приходилось но в студии как-то использовал просто фильтры ну вот такие как они называются господи слово улетело из головы в студийной съемки использовал так нет я сейчас когда закончу напишу сайты про которые я говорил дмитрий ну да хорошая камера но есть и можно снимать и можно делать хорошие фотографии если бюджет позволяет ее брать я не думаю что вы получаете если фильтр ухудшает если фильтр ухудшает количество фотографий значит это плохой фильтр и им стоит пользоваться так ну я думаю что на самом деле все вот на последний вопрос отвечу Юлия по поводу книги обучение фотографии порекомендуете смотрите все зависит от того чем хотите заниматься допустим если портретная съемка то есть отличная книга портретная фотография если хотите там заниматься композицией то есть замечательная книга Лидии Деко фотокомпозиция так называется она очень сложная для прочтения немножечко нудноватая но очень полезная так и вот последний ответ на поводу фиксов сложно только фиксами снимать но в принципе можете тогда нужно совместить какой-нибудь широкоугольный фикс там допустим 35 миллиметров может быть что-то еще шире вот если снимаете там на полный камер или на кроп камеру тем более пошире и какой-нибудь 85 миллиметров вот то есть как бы хотя бы минимум два фиксов нужно вам будет чтобы снимать фиксы честно говоря снимать не очень удобно особенно репортаж все друзья я вот сейчас завершаю эту трансляцию вот сейчас напишу еще сайты которые обещал вот если не ответил всем дико извиняюсь но просто очень много вопросов я просто физически не могу ответить на все на все вопросы надеюсь что вам понравилось ну и до встречи кто решит присоединиться к группе с вебинарами основой фотографии вот присоединяйтесь 13 числа 13 февраля мы с вами встретимся уже в прямом эфире а раньше еще во время рецензии так кто спрашивал по поводу сайтов к сожалению у меня есть проблема с отправкой сообщений я не могу написать сайты пожалуйста напишите техподдержку фотошколы вот этот вопрос я отвечу вам на имейл со списком сайтов вот извиняюсь просто у меня есть проблемы с авторизацией не могу ответить написать обещанный сайт сайтов вебинарами вебинарами вебинарами